Так, мы с вами находимся на восьмой мишне первой главы трактата Кидушин. Уже как продолжение нашей мишне, мы уже начали говорить в прошлый раз о заповедях, которые на мужчине, заповедях, которые на женщине, от чего женщины освобождены, а мужчины нет. Наоборот, раз уж мы начали это все обсуждать, так мишна продолжает и говорит про те жертвоприношения, которые существуют у мужчин, но нет таких жертвоприношений у женщин, например. Например, говорит мишна, а смехот. Итак, такое понятие, как смеха. Смеха – это когда человек приносит какое-то животное в жертву в храм, он водружает свои руки на голову этого животного и так прям полностью опирается перед шхитой, как написано в Торе, и возложит он руки свои, попрется он руками своими на голову жертвы всесожжения. В Хэн также написано в Исамахе, аду альрош курбанон, на голову своей жертвы. Может, любое жертвоприношение, обязательное, либо даже добровольное, требует такого понятия, как смеха. То есть вот это вот, да, руки надо класть на голову, опереться руками о голову. За исключением жертвоприношения первенца, у Маасэр, у Песах, десятины скота и пасхального жертвоприношения. И смеху делает только хозяин жертвы. То есть, да, со всей силой давит на голову жертву перед шхитой. Но если женщина приносит какое-то жертвоприношение, она не делает смеху, потому что сказано говори с бней, Исраэль, бней, то есть с сынами Израиля, как бы Тора говорит, но не с дочерьми. То есть у женщин нет такой заповеди, они жертвы, да, приносят, но заповеди смеха, вот это вот опираться руками о голову, у них нет. Да, совершалась некая Тануфа, то есть, как написано в Торе, и внутройной жир, то есть, когда хозяин проносит жертвоприношение, эмурим, внутренности, да, а также вместе с грудиной, челюстью и лопаткой уходят к коину. Как это происходит? Он подкладывает свои руки под руки хозяина, который держит все эти вещи, и вместе приподнимает их, поднимает наверх и опускает вниз. А если женщина была хозяйкой этого жертвоприношения, тогда конь делает все сам, но сама женщина в Менифе не участвует, потому что он должен подкладывать руки под руки хозяина. А тут такого нету, она женщина, поэтому он этого не делает. Это касается только Бне Исраэль, а не Бнот Исраэль. Еще дальше, что отличие от Хагашот. Это что касается уже мучного приношения. После того, как мучное приношение пересыпалось в сосуд служения, и туда подливалось специальное масло. Это все подносилось к коину. Все это подносилось к жертвеннику, и он как бы подносил его, приближал его Мегиша-дел к одному из... к юго-западному углу жертвенника. Юго-западному, да. Ха-гиша-зу-эйна-элэ-бэ-коэн. Так вот это вот Хагаша приближение было именно делалось коином. Вело-бэ-коэн, но не коэн-шай. То есть да, только коэн. Мужчина мог исполнить это, как сказано, а крэв-отаб-не-а-рон. И принесите ее, вы, сыновья Аарона. Вело-бно-та-а-рон. То есть надо знать, что какие-то, да, эту часть Агашу мог делать только мужчина, но не могла делать женщина коэн. Да, к митсо. Что касается к митси. К митсо – это часть, которую мы знаем тоже в мучных приношениях. Аарон брал, не используя большой палец и мизинец правой руки. Вот всем остальным тремя пальцами, посредине которой остались он и ладон, доню, черпал горсть. Это называется к митсо. Опять-таки эту к митсу может делать только сыновья Аарона. То есть мальчики коэны, не женщины. Вак-та-рот – воскурение, воскурение внутренностей. Ак-мицалем из-бех. Или вот эта горсть, которую бросали на жертвенник, тоже. Ик-ти-ро-от-о-бне-а-рон. Тоже написано бне-а-рон про нее. То есть воскурение тоже делалось только мужчинами. Ва-меликот. Мелика – это когда приносили жертву птицам. Сегодня мы курицам тоже делаем шхиту. Раньше не делали шхиту. Птицы делали мелику. Проламливали затылок. Специальным образом. Шенеймар – беолота ов. Беолота ов – ве криво окоенном из-беху. Малакат – рошо ве ехтирам из-беха. Как написано. И проломит он ей голову. Да, ве ехтирам из-беха. И принесет жертву. Мекиша – коту в мелика ле актара. То есть мы видим, что Тура ставит рядом мелику, проламливание и актару, воскурение. Как мы только что сказали, точно так же, как актара, воскурение делалось исключительно бнея-арон. Да, мужчинами-коинами, а не женщинами-коинами. То же самое получается, Тура насучит, что и с меликой. Мелику может сделать только мужчина-коин, а не женщина. А заот, то есть опрыскивание кровью жертвенникам. Это дам-аль-габе-ам-избех. Объясняется в Талмуде. Комната миштана – дам-хатата-ов. Речь идет про кровь хатата-ов, то есть грехочистительной птицы-жертвы. Шенемар бехатата-ов, как сказано, касательно хатата-ов, да, грехочистительной жертвы-птицы. Вяза мидама хатата лкира-мизбех. И опрыской кровью грехочистительной жертвы стены жертвенника. Венемейдим бе-кальва-хомер. Отсюда мы учим по принципу кальва-хомер. От легкого к сложному. Ми-корбан бе-хема. От жертвоприношения крупного скота. Ума-корбан бе-хема шло кава-кату в койне-шкита-то. Точно так же, как касательно крупного скота. Тора не установила, что обязательно койн должен делать шкиту. Что даже посторонний человек не койн может сделать шкиту. И это достаточно этого. Кава-койн-э-газа-то. Тем не менее, а-за-а, опрыскивание кровью жертвенника, должен делать коин. Курбан овши кава-койн-э-микката-эйно-дичи-э-квало-ла-аза-то. Так, что касается, кальва-хомер какой? Что касается жертвоприношения птицы, что должен обязательно делать мужчина коин. Мелику птицы. Разве не нужно, чтобы мелику, что мужчина так же дел азау? Отсюда как бы кальва-хомер. И получается, что эту азау, опрыскивание кровью жертвенной птицы, может сделать только коин, а не коин, а не женщина коин. Да, кабало. Что касается кабалы. Кабала – это тоже часть необходимой. Кабала – это принятие крови в сосуд. Сразу после шкиты. То есть все эти, то же самое, здесь учим из пасков, бне арон написано, а не бно-та-арон, ве криво, зо кабала-та-дам, ве криво – это кабала-та-дам. И поэтому все эти виды жертв и работ в храме могут быть сделаны только мужчинами, но не женщинами. За исключением «миминхат сота у незира». Исключением составляется мучная жертва соты. Мы учили про соту, женщину, которую заподозрил муж. У незира, женщины-назирки. Мы учили, что женщина может стать назиром. Шен-менифот, что у них есть анафа. У них есть вот это вознесение. А сота-менифа – это минхата, потому что сота действительно поднимает свое мучное проношение. Как мы учили, что коэн ставит свои руки под ее и поднимает. И незира тоже, у нее тоже есть заповедь анафа – вознесение. Частей жертвы своего жертвоприношения специального для назирута. Шен-менифот, наверное, потому что про соту сказано в «натан-эль-капэхэйт-минхат азикарон». И передаст он ей в ее руки мучное проношение азикарон, памятное. У беназир про назира сказано в «натан-эль-капэя назир». И даст она опять-таки в руки назира. То есть там есть руки и назир. Ведина назиравэ назир бэйняна корбаншавэ. А мы знаем, что касательно жертвоприношений, что назир, что назира, что мужчина, что женщина, они в жертвоприношении равны. Как сказано в начале главы «Иш ойша киафлилиндор недер назир». Мужчина или женщина, если скажут они обет Богу и так далее. Но мы видим, что мужчина и женщина равны во всех законах назирута. Поэтому исключением будет «сота анафа», то есть вознесение для «соты» и для незиры. Окей. Такая вот непростая мечта. Скажем, Лейлу Нишмат, сегодняшняя у нас мечта была вознесение души Ребекки батакива анулдамин Наоми, авраавен Йосефа ламин Тамара. Ави моря реферми на Сефа ламин Тамара, акива бэна анулдамин Ребекка, наоми батяакован ламин Мирьям, якобы на кива анулдамин Наоми, цепорабит Михаэн ламдамин Тамара, хайбэн исхагнула анулдамин Тамара, авдавид Ваиз бэн Мушхеякован ламин Цара, софья бэд исхаги фэмэн лэвиза бэн Марк, михаэн бэн Иза, цепорабат Гриша, исхаг бэн Зэйн Мордаха бэн Исраэль, лави бэд Исраэль, лави бэд Исраэль, лави бэд Исраэль, лави бэн Тайло, тэниэль бэн Ахамэн, ламна фаина бэд исхаг, лариса бэд אבраам, михаэд бэн исхаг, Шкоах, хорошего дня, увидимся, Влад, всем в шкоах.